Девушки отдыхают Этим занимается много художественных фильмов, первонаперно выражает точку зрения режиссера, его авторское видение, его точку зрения, его, в конце концов, восприятие тех фактов, которые были известны. Вот этим занимался режиссером фильмом Андрей. Он ставил перед собой задачу показать свое видение и донести его до зрения. А вовсе не акцентировать внимания на каких-то ужасных сценах нет. Он просто хотел показать, что в этом фильме, как в прочей реальности, любая правда выглядит правой только с определенной точки зрения. Другими словами, можно рассматривать какие-то сцены как звезды, а можно рассматривать как необходимые, как долг перед эмператором, как долг перед наукой, как долг перед самим собой. И в этом случае нет абстрактного справа. Есть оправданные действия с определенной точки зрения. Вот для этого это все шутки. Я бы еще хотел заметить, что я не снимал этот фильм как фигура. Как это? Конечно, в итоге этот фильм посвящен только двум вещам. Это смерть. Измоним. Кстати, эти вещи взяли на самом непосредственном. Да, совершенно верно. Возможно, для зрителей на Западе это и называется в конечном итоге фильм под ужасом, фильм по смерти, но мы делали фильм с точки зрения восточной философии. Он смотрит на события 3.831 с точки зрения японцев. По крайней мере, так как мы смогли это показать ему, с точки зрения японцев, сотрудника 3.831. Не с точки зрения европейцев, не с точки зрения современной западной философии. Я попытался воспроизвести философию японцев, сотрудника 3.831. И не только философии, восприятия. Взгляд. Взгляд на то, что он делает. Взгляд изнутри. Не снадобный. Изнутри. Только в силу. А что касается документальных фильмов или нет, ну как? Документальный фильм, строго говоря, это хроника, снятая непосредственно оператором, техникой. На месте текущих событий. На месте текущих событий. Это не так. В данном случае это реконструкция. И не просто реконструкция, а реконструкция взгляда и жестоков. Сложно? Да. Фильм отображает не столько документально точную фронологию факторов, то есть наше субъективное мнение по поводу описываемых событий. Но мы ставили перед собой целью слова антияпонских, пропагандистских фильмов. Мы хотели просто показать факты такие, какие они действуют на самом деле. По крайней мере. Такими, как мы их себе представляли, это было очень внимательное подключение всех доступных фактов. Есть развлекательные фильмы, есть познавательные, а есть фильмы, которые заставляют задуматься. Наш фильм. И, разумеется, это не фильм для развлечения? Нет, не разумеется. Да-да, конечно. Это кино, которое нужно посмотреть очень правильно. Это вдумчиво, прекрасно. Обычно. Да. Это не фильм для всей семьи. И это не фильм для каждого. Дело в том, что данный фильм действительно является, скорее, исследованием. Именно исследованием, попыткой разобраться, что же там, собственно, происходило на самом деле. Потому что история как таковая, она впрямую зависит от того историка, который любил. То есть, другими словами, нет, объективный реальность в данном случае, это не часть рук субъектива. Какой-то разведчик, помнится, даже писал. Я делил свое донесение на три части. Видел, думай, хлопцы говорят. Вот примерно так. Я думаю, мы не будем желать нашим зрителям приятного аппетита. Это было бы излишне. Да. Но я думаю, что фильм заставит их задуматься. Или, по крайней мере, пересмотреть свою точку зрения. Или внеси хотя бы некоторые коррективы. Просто оценить даже понимание, что она опущена здесь, как жизнь. И чтобы использовать ее во всем. В трутой мере. В трутой мере. Конечно. Не для времяпрепровождения, а хотя бы для осмысления того, зачем мы здесь и кто мы здесь. Ну, это значит, что мы здесь, мы будем строить, но это значит, что мы здесь. Мы здесь, мы здесь. Субтитры создавал DimaTorzok